5, 4, 3, 2, 1 Я просто помню свои впечатления, когда я привычным образом спрыгнул с башни на Голокрасе, а потом обнаружил, что плащ не работает Бэль О рассуждении о планерах это весьма интересно, но перейдем к подробному рассмотрению этого подземелья Подземелье от Алдазар, на мой взгляд, да и на взгляд многих игроков, которые чистят ежедневно ключи, является самым легким подземельем 4 босса, относительно простой трэш, которому можно просто-напросто раздать контроли, либо раздать немоту и все спокойно убить Ну что же, начинается подземелье, мы спрыгиваем вниз, бежим по лестнице, бежим направо, хотя вы можете пойти абсолютно на любого босса, это дело за вами Идем направо, пулем пак, убиваем его, ждем динозавра Как вариант, можно вместе с паком спурить босса с целью того, чтобы быстренько прийти и просто-напросто босса не ждать Тут уже дело за вами, можете сделать так, как сделали мы, можете сделать все намного быстрее и босса в принципе не ждать Тактика на боссе не очень сложна, стоит лишь только укрываться от его страха Ну а также не стоит забывать о том, что босс периодически фиксейтится на случайного члена группы, также на танка, на хила, любых дамагеров То есть никто не является исключением в этой механике босса И в момент преследования босс начинает ходить, как бы это странно не звучало И при этом нужно желательно провести его по чистой платформе Если вы проведете его по косточке, то вызовется ящер Ящер не делает ничего такого больного, опасного Но лишний дамаг по танку на самом деле в принципе ни к чему Повторяя эти операции, вы рано или поздно убьете босса Так как босс первый, на него дается героизм Костяшка Блять, у ящеров всего 200 кхп У боссов на локалках и то больше, серьезно Ой, да ладно Ну ты есть на РТД И Гули еще есть А если сбросить молдом? Кстати, он должен работать Только надо, ну, с датами расстаяния уйти Не работает Я же не съел Не, ну он остановился Я прожал, но он, нет, он шел дальше все равно по таймеру Думаю, что по таймеру, я думаю это потому что он не увидел тебя Главное, слишком быстро из ПФДС не выйти и так далее Вот этих можно убить После убийства босса у нас есть выбор куда пойти Пойти к боссу девочки Либо пойти к боссу с тотелами Мы же выбираем босса с тотелами И просто потихонечку, по чуть-чуть идем Но так как трэша относительно немного в этом инсте Нам приходится потом пройти и спулить немножко другой трэш Вы это все прекрасно увидите А вот и первый моб, зараженный Зараженный это модификатор десятого ключа Какой-либо моб в какой-либо пачке Либо просто отдельно стоящий моб может быть зараженным Этот модификатор, а конкретно баф на мобе Хилит рядом стоящих мобцов На 10% в радиусе 8 метров Все что нужно сделать Это либо таргетность нести этого моба В какой-либо пачке, если у вас нет контроля Либо законтролить этого мобца, как я сейчас сделал И выпулить все остальное И убить это все остальное Выбор за вами Да, что ты посмотрел, как Меток чистит в зубовую территорию Ну вот они именно так как бы чистят Аккуратно Что один так нужно захватывать при Да, ну еще один давай Так что, окей Не убегай Ой, дальше Щупальца Ну я с колоды гоняю Крайне доволен Типа Хороший тринкет Че, духовник это типа хиллер у них или кто? Да Он кидает упаковку вон саммите Это анти Контроль Анти-CC Щит И Я знаю то, что это Дух Смерти Лоа Вот Это все, что я знаю Покров вон саммите Это купол, который дает ему Контераптом И контролем Так тебе достаточно? Нет А второй каст у него Хилка на 25% от максимального хп Все, я понял, хорошо А кто стринь приходит с у вас-то? Террики так все Я И что, она нормально? Нормально Дамажит она Да, да, да Пойдет такой пак, но я считаю это нормально за пул Нормально, нормально Да, вполне Так же в легионе было аналогично Что колода лучше, чем Некоторые рейдовые тринкеты Нестабильный чародейский кристалл Я тоже там вспомню Но это хотя отдельная тема Но все же Не стоит о нем забывать Аккуратно идем Это себе Тут щас колода будет Да, щас инвизор Ага С инвизором, кстати, жопу Потому что, как в начале инста Может из них быть кто-то с гуном И выйдет среди пак всех опилит Клайф Не, ну примерно и распавны мы их знаем 3, 2, 1, го Заборщусь сюда щас Тотем сносим На оплоте дам мостам Дал В кастике там всевозможные Кикайте Это вот когда дверь их будет Тогда уже надо думать Как их кикать А тут пофигу Так, щас вниз по лестнице Ну а сейчас небольшой лайфхак Мы правда прыгаем вниз по лестнице Так как по этой лесенке ходят два инвизных мопца Наша задача выпалить их Найти какой-либо ауешкой Если один из них Является зараженным Как в нашем случае То убить сначала зараженного А потом уже обычного Это не составит труда Так как в текущий момент Модификатор тиранический А не укрепленный Который бы баффал трэш Так что просто-напросто Киляем Киляем личинок Самое главное Чтобы они не ушли вниз К нижнему паку И Мы готовы почти уже К полу босса Но можно убить и Нижний трэш С целью Как вариант Отката бурстов Верхний пак С тотемом Двумя милишниками И двумя кастерами Вообще можно В принципе скипнуть Как мы сейчас Это и сделаем Наслаждайтесь Угу Крестико постараюсь Глаз сбить Если увижу А пускай постоит Сарль О так хорошо Ну так у меня выводить Все равно придется Скижно бесячие Ну да без моста Но это Вообще не красиво выходит Ну все По паку поехали Подпьем Нет Мы его скипаем Затем А да Он скипается И потом обрана Скипается без этого Просто Как там По хитрому Разбираемся Разбираемся Я дальний тотем Без Три Два Один Го На дота сегодня Замаживает Но я не буду точно А последний Его никто не бьет Я череп Я череп бью Я бью череп Все Хорошо Тоже бью череп Босс с тотемами Не представляет он Никакой угрозы На самом деле Может он чуть-чуть Правда больно и пробивает Но лишь только Из-за несбитых костов Все что нужно сделать На этом боссе Это Убить Тотемы В последующем Убить босса И относительно Правильно его кайтить Да и Кайтить так Чтобы Рэнджи Не стояли На Пути Танкования Босса То есть Хватаем босса Ведем его потихонечку Сбиваем косты Уклоняемся От Лужец И Что нужно экспериментировать Удаляется Ну тогда Давай так Как-то Поведу Так Пак мы не келяем Мы его обходим Верно Да Он как-то там Пропрыгивается Просто сбоку По краю Я Крайне сомневаюсь Что он как-то Пропрыгивается Если честно На лево На лево просто он проходит С левой стороны Ну Войды пропадают Все нормально Он просто с левой стороны По моему Проходит Я не уверен Не помню Как тут было Ну давай Я пойду Не Сразу же Ну давайте Едем У нас Гера еще Инвиз Под Нет А мы инвизом Киры тогда проходили Обратно Я Не был Сессом проходили Иресом А это Иресом Да Курс ранили Да камон Гамон? Да гамон Да гамон Говорит Алло Что сожить? Живу Живу Веду вниз по чуть-чуть Не на укрепленном Этот пак ебло разобьет Конечно Он на прошлом неделе был укрепен У нас просто высоких ключей сюда вообще не было Так я кресту 3 После убийства босса Если же вы скипали пак то скорее всего он все-таки пульнется Либо можно ее узнать инвиз поты Все по вашему усмотрению Мы спускаемся ниже И нас ждут птеродактиля И маленькие мопцы Убиляем маленьких мопцов Убиваем их В нашем текущем прохождении Большой моп птеродактиль Был зараженным Было принято решение законтролить его Ну а уже потом выпулить Не забываем кикать ему касты Ведь каждый несбитый каст Это фир на 5 или 6 секунд Это крайне неприятно Для Всей группы Так как танк может в этот момент Умереть А с этого вайп С этого минус секунды И все крайне неприятно Все под контролем Все под контролем ТБД гейминг ТБД про гейминг Я кресту Поехали Второй рейд мне сегодня мы самим не жаловался Говорит Матриарх багованные лучи Ключи десятые Не особо сложноватые Как видишь Просто надо думать Что пулить Как пулить Изловчиться где-то Идите пока я выновить потом пройду Они говорят мне убили Потому что у них лучи багованные Нет Они меняют Подойдя к центральной платформе Все что нам нужно сделать Это просто грамотно пройти Этих Ходящих туда-сюда мобов Будьте осторожны Так как в момент Того как они дойдут До своей последней точки Они сделают еще шажок И намного проще Оббежать их В тот момент Когда они примерно На середине Этого круга Тут у нас был немного неправильный пул В череп я как бы кинул контроль Но у нас есть люди Любящие популить Лишних мопцов Я быстренько Хватаю череп на себя И отвожу его От маленьких мобов Маленькие мопцы Стоят в контролях Станах Рутах Также прыгают по Рейнджам Хилам Миликам Поэтому маленькие мопцы Убиваются И мы принимаемся За череп Не забываем убивать Личинки Ведь если они Тойдут до Мопца То моп Также примет Этот модификатор На себя А теперь пойдем К врачу И ребеночка Хочу Господи Не я не знал Да Я давно Такую Сушил Это типа Очень старая Ну это все Очень старая Понятно Что очень старая Двигаемся По чуть-чуть Вместе с огнем Не играть с огнем А я люблю Играть с огнем Кстати Сидишь так в костре Ковыряешься Аккуратно Огонек Картошечка Картошечка И ластовый огонек Запускается Так Проблема Нужно кикать косты У меня 10 секунд еще Няко Няко По лосе Все Можно бить Няко Лось Так и запишем Ок Лосит Лосит Фулпул Ага Зараженный Стоять Так И через авгуру Собираем Все Остальное Такерни Сбейте ему Сейчас этот Ну сойдет У нас столб Все уже Моб забанен Засолили так сказать Переливание на ком Красную Войду Жрите На твоей статуе Нет? Нет, на тебе На мне одно было Нет, на мне ничего не было На ком-то милике Меня слышно или нет? Да, слышно Теперь да, слышно Никогда был слышно Мне кажется, что сливаем мощь Давай вот так сделаем Выбейте его Мои молнии не хватает Переливание на ком Войду Заходим Так же самое главное, чтобы он к боссу не уполз Да и вихер А какая разница Уползет он босс Он же не хилит свою цель Он босс спулится Он же не хилит свою цель Он босс спулится Но если босс спулится То у меня минус дп сразу Не, ну можно было бы сэвейдить В легком случае Просто он ненормальный Тоже, да Не так страшно Будем пулить? Там ротентики Посмотрим Ну давай, да Порождение Он пулился Так, а мы где-то еще тогда не добрали Там сверху петуха можно было сэвить Нет, нет, нет Да, с киком каста Понятно, нет, нет Я думаю, что мы слева запулили И мы пак перед вторым боссом запулили Который скипается А где же мы еще добирали тогда? На прямом пути от входа до язмы Еще пак динозавриков и петуха Петух, которому каст кикается Об этом речь? Да, да, да Да, я понял Да, об каком петухе Знаешь, чтоб не хватит? 0.40 Ага, 0.51 Ну и пока будет ролплей с язмой Заболем петуха и убьем его Нормально Пралич на первую, да? Да, я кину пралич в первую А этого босса можно вообще поставить в список самых наилегчайших боссов Она сама себя убьет просто-напросто при касте переливания Спавнится 5 красных лужиц Кастуется каст переливания В этот момент абсолютно каждый участник группы Берет себе по лужице Съедает ее Насыщаясь дебафом И в момент ее коста она Себе будет сносить ХП в очень большом количестве Но нам будут мешать мопцы Духи, которые будут вылазить Один из них уже стоит в параличе Вы можете их контролить Руты Паралич Да и в принципе все То есть можно использовать абсолютно весь арсенал Каких-либо контролей Для того, чтобы просто не тратить в них дамаг А потратить в босса И при этом ускориться в прохождении подземелья Очень легкий босс Мы не даем на него героизм Мы дадим героизм на последнем боссе Ведь у нас кд Мы давали же героизм на боссе с тотемами Я поэтому говорю, что это сам постоль был в боссе Согнем аккуратно Ну а сейчас про гейминг от шоссе Нашего АРЛа Просто если бы Фух Мы подумали что Вы че Вы че Сигули пробеги Масресом Дай Я короче Это прилетел И думаю Сейчас разобьюсь В этом катасричном Иду и думаю Вот это я профессионал тут огонь просто живет Просто две смерти Две смерти опадмяты Сутка Единственный в инсте Понимаешь Как запускаетки приемка Я запущу Крест Киккоста Я забью первый Интересно за сегодня Кольцо 370-е с рейда Ты думаешь будет второй? Ну да Нет, я после рейда не бьёг спать Чекаем Вчера имеется И за столбом Не было А, ну ладно Минус мораль, да, думаешь У педуха было у меня на жуков вауе не будет там да я первый салют еще одна смерть крикни меня есть у меня шоссе там в перилах мне играть вам нет так вот этими смертями шоссе я слышал сюда уже приехали ну blacks бывают со скрин дела как я стою официально вид такой красивый вот это взаимовыручка почти король поднимитесь воины света на шоу-то отбегаем там не устой пока в тебя сбегаются я вам там метки на спамил до меня как утонулся блин и мой старфол мимо говорили что нет но я не думал что так сильно будешь блэш шторм я котел это хотел и черные плоды полминуты какие-нибудь хоть длительные силы то надо пить у меня только всплески истории вот как раз старые поты жрите и съешьте нахуй этих мобов да действительно мобов нужно бить и босс является весьма сложным из-за того что платформа весьма маленькая я это еще озвучу по ходу прохождения подземелья конкретно этого босса взгляните на пауков которые бегают взгляните на мопцов которые бегают если ты попадаешь в паука то ты разливаешь воин зону получаешь по себе дамаг если ты не собьешь каст то в принципе тоже люди получают дамаг нужно отыграть очень правильно на этом боссе чтобы не умереть но он убивается и подземелья проходятся это последняя вставка моего монолога всех вам благ счастья здоровья дела не ждут берегите ноги 5к сбил неудобно неудобно у монаха милики я привык на дк уже за год игры до этого для 7 лет на варе играл как там миликики делал это вопрос хороший так пауки в мире аккуратно души убегайте ёбаный рот пиздос их тут блять не сбил каст ну да платформа вообще маленькая очень много мили пауков сша на время храм 11 понятно все инактивный ключ в тебя-то меня давайте восьмой это заходим ни хуяще она мне нужна а я с ним восьмой нас разъебал и тогда видимо так у нас это мы десятку закрали да да ну да вот там в хэнд кому то еще шмотка должна упасть чешу сушенцами ухэнд ухэнд на тебе не нужен смешной смешной